денис приветствую тебя привет традиционный для четверга эфир в прошлый раз по определенному роду обстоятельства мы с тобой на встречу пропустили но сегодня вот наверстываем друзья снова как говорится в студии снова смотрим на рыночные ситуации с точки зрения техники фундаментального фона ну и конечно же снова пытаемся вам помочь принять торговые решения если вам конечно же нужно нашу помощь но надеемся то что чем больше информации тем лучше опять же мы с денис мы вот уже по устоявшейся традиции стараемся анализировать одинаковый набор инструментов чтобы не распыляться может быть даже на большое количество активов а давайте четкий средств информации фундаментальной технической по именно небольшом борт инструментов надеемся то что это также точно повлиять на ваше решение и вы прислушаетесь к конкретной точке зрения ну хочется отметить что очень часто практически всегда с денисом у нас отходится мнение то есть и техника и фундамент они говорят о наличии конкретных тенденций и низ вот глядя опять же на движение финансовых активов мне кажется что сейчас довольно интересно было бы взглянуть на австралийский доллар на золото и на рынок нефти то есть опять же такой набор активов из разных сегментов по финансовых так давайте начнем с меня с фундаментального фона и демонстрации экрана долларом неинтересно уже больше недели на один перейдем непосредственно к австралийскому доллару сейчас котировки 070 166 пунктов рост который мы видим вот это 4 таймфрейм соответственно с поддержки 070 действительно уровень 070 очень неплохо себе отработал пара становилось но был их фундаментальный триггер на неделе это заседание резервного банка австралии очень много было сказано регулятором в отношении прогресса в экономике это было заметно еще и на фоне последних отчетов по сектору услуг потребительской активности по рынку труда и резервный банк австралии хоть и не стал обнадеживать участников рынка тем что он также начнет ужесточать монетарную политику но позволил себе сделать комментарий что на следующем заседании которое состоится в феврале решение может предполагать сокращение программы количественного смещения если рынок труда будет также прогрессировать я кстати говоря в этом не сомневаюсь то что будут основания для этого ну и я даже вот что скажу если рынок труда и подведет то есть еще одна причина которые и резервный банк австралии тоже должен подключиться вот к этой гонке на постепенное ужесточение монетарной политики это высокая инфляция потому что других инструментов нет борьбы с зашкаливающей инфляцией потребительских цен инфляция в австралии также сейчас находится на многолетних максимумах и полагаю что в ближайшем месяце она продолжит расти не только в австралии но и во всех других регионах из-за сохраняющихся проблем с логистикой с почвами потапок с высокими ценами на нефть даже сейчас опять же мы поговорим с тобой о рынке нефти рост цен рост копировок черного золота друзья вы должны понимать это еще один пуст и катализатор дальнейшего роста инфляции поэтому я предлагаю такую долгосрочную сделку можем комментировать ее на последующих совместных эфирах но сейчас вот не для тех кто вне сделок и ищет ввода по австралийцу я бы рекомендовал дождаться ретест поддержки 071 50 и уже откупать с целью 073 кстати говоря это цель которую я себе линии обозначил это не моя субъективная я смотрю повыше но эта цель которая была обозначена сити и bank of я за ними слежу за их прогнозами и она как раз опирается на то что потенциальное ужесточение монетарной политики февраля может подогреть интерес еще раньше до февраля к восходящему движению конечно же это актуально будет только в том случае если доллар после заседания фрф который состоится на следующей неделе не укрепиться настолько что всему риску придется активно отступать но давайте посмотрим что будет так что касается рынка драгоценных металлов позвал у меня есть цель который я прям намерен добить и считаю что этот расчет пока что верит это поддержка 1750 долларов за трость к лунцу и здесь акцент делать именно на потенциальное дальнейшее восстановление позиции американского доллара в эту пятницу выйдут данные по инфляции в сша и не только я но и те кто следит статистикой отдают максимального роста инкс потребительских цен за последние 45 лет поэтому важно что этот отчет по инфляции выйдет буквально за неделю до того до того как проведет заседание резервный банк точнее федеральной резервной системы и разумеется при высокой инфляции регулятору придется сократить дополнительно программу количественного смягчения поэтому как на это отреагирует золото я полагаю что через снижение потому что при приплении доллара при логичном оси доходности американских облигаций золото априори у нас снижается еще предлагаю смотреть на индекс рыночных настроений которые сейчас говорит о том что большинство залезла в ланги по золоту и может быть локальная коррекция которая как раз вот я уже отметил к моей цели 1750 36 долларов за текущих значений золото легко может сходить и в рамках одной торговой сессии на такой диапазон пунктов мы это уже не раз видели насколько вот она волатильна периодически бывает и что касается рынка нефти здесь я в некотором замешательстве я был удивлен то что его настолько быстро выкупили рынок нефти и бренд и да учитывая что вот риск актуальный фундаментальный с омикроном связанный да сейчас может быть многие транслируют позитив то есть уже и комментарии от файзера о том что их вакцины эффективны против омикрона есть опять же вроде бы как свидетельство того что он протекает не так жестко как прочие штаммы он не провоцирует такие показатели высокие по госпитализации но это только лишь это частные случаи и многие пытаются вот в этих частных случаях увидеть тенденцию и окончательно закрыть вот этот негатив который образовался из-за появления нового штамма но мне кажется что еще рано судить о том насколько он безвреден скажем так для мировой экономики потому что мы о нем узнали буквально неделю назад и конечно же должно пройти время чтобы убедиться в том что он не спровоцирует какие-то совсем негативные последствия для мировой экономики но факты таковы что есть уже первые прецеденты именно начала активной борьбы с его распространением как мы знаем на новые карантинные ограничения ранее пошли австралия потом германия и вчера одна из самых главных новостей то что англия либо сегодняшнего дня либо завтрашнего также вводит частичный карантин из-за того что количество случаев именно заболевания микроном и великобритании сейчас находится на первом месте после вот показателей южной африки короче этот риск все еще актуальны я а честно говоря смотрю на рынок нефти на бренд если мы закрепимся выше 70 50 то сценарий снижение возможно же будет не актуально потому что ну нефть больше чем на 10 процентов уже становится пока рынок держится на отметке 75 70 75 75 запал короткие позиции будут фундаментально точно приоритете и нет по у тебя так хорошо кранчик показал а по поводу омикроны это конечно да на самом деле я коронку всерьез не воспринимаю уже очень давно говорю это как человек который два раза успел ею переболеть и второй раз это было дельта кстати для тех у кого там подозрениям на дельту и так далее скажу на примере себя своей жены и еще на самом деле нескольких своих же друзей которые со мной были тогда тоже в контакте ни один не пцр не антиген тест его не выявил только потом уже по антителам когда они были выше чем 52 поняли что это было дельты и у многих потом действительно подтвердили знакомые врачи что действительно так протекает сама дельта и как по мне это был самый какой-то вот относительно безвредный вариант но в конце случае для нас прошел легче всего вот поэтому то что сейчас на пытались раскачать качели с омикрона мне кажется это просто не более чем информационный пшик и рынке это можно очень легко смотреть по фондовым индексом тот же сенте либо nasdaq практически вообще глубоко плевать хотели на этот омикрон и правильно в принципе делают потому что прекраснейший рост понедельника по всем фондовым индексом у нас был и в америке и в европе в том числе поэтому я думаю что очень неплохо будет у нас перспективы видны еще и по валютам значит по австралийцу на ближайшее время я лично изначально рассчитывал продажи в районе от примерно 71 40 71 50 вот с этого диапазона потому что здесь очень сильное накопление было сделано профильного объема им сейчас его покажу вот так выглядит то есть вот видно синим цветом поделяется основной профильный объем на протяжении падения сейчас этот диапазон перекрывает то есть делают внутренние перепозиционирование это конечно же для продаж совершенно не нравится и скорее всего их не будет здесь во всяком случае в ближайшее время и поэтому я склоняюсь что откорректируется здесь единственно что очень сложно выделить зон потому что очень размазано все и на часовом да и на четырехчасовом тоже поэтому где-то условно 71 10 71 40 вот такой вот диапазон получается примерно 30 пунктов и с которого я думаю что будет продолжение движения вверх полуторной маржинальной зонки и заодно здесь же у у нас находится также пусть и не такой прям сильный объем как был внизу но это так называемый рейтинговый профильный объеме рейтинговый профильный объем у нас вот в этом диапазоне 72 50 72 90 и с этого уже диапазона по полной программе вниз потому что в целом у нас движение вниз я считаю еще не законченным цена в принципе по австралийцу движется вот такими глубокими откатными зигзагами иногда у такой abc то есть тройкой вверх коррекционная поэтому думаю здесь тоже что-то наподобие коррекционной тройки дадут и дальше вниз еще сделают дабой а так снизу у нас прекрасно отработалась еще на по моему даже поза прошлой неделе давал вот эту вот зонку для своих подписчиков идеально она отработалась единственное что вниз пока что не дали но опять таки мы всегда адаптируемся под рынок и исходя из техники четко виден еще дабой при этом верхней границы текущего месяца уже очень близко находится это strike но не не так для нас важен как премия премия как раз попадает в эту зону и чуть выше находится сразу следующий месячный контракт и недельный в том числе тем более не следует забывать о том что эта неделя у нас является экспирационной для валютных фьючерсов уже с понедельника мы полноценно будем торговать новый мартовский контракт сайт поэтому соответственно происходит сейчас фиксация перетекания объемов на мартовский контракт и и на нем уже новое перераспределение позиций значит с австралийцем думаю здесь понятно касательно золота я полностью поддержу твою идею касательно того что золото будет слабеть единственный вопрос а сможет ли золото дотянуть вот до этой зонки то есть грубо говоря там 1800 хотя бы вот этот уровень потому что в целом у меня золото сейчас на снижение я до последнего честно до последнего ждал роста золота и показывал с точки зрения опционов то есть пока викстрайку были огромные заливки сделаны на двух тысячах там 1900 2 200 там в общем в космос буквально его опционами закидывали но сейчас их поубирали то есть нету сейчас тех крупных опционов которые уровней страйков которые были еще буквально две-три недели назад сейчас их просто нету и при таком раскладе я думаю что цена вряд ли далеко вверх уйдет ну возможно вот эту зонку протестируют и затем снова вниз как тоже говорил на индекс потребительский цен то есть могут очень неплохо скорректировать вниз пока что я ориентир беру там по маржинальной зонке потому что уровне здесь их всего два и второй находится в районе там 1721 в общем это минимум сентября месяца так что здесь вот таким зигзагообразным движением как правило так импульсы не формируются при этом у нас еще и было полное перекрытие предыдущего сегмента вот у нас был прошлый сегмент цена его уже перекрыла вниз чаще всего добивает коррекцию и потом дальше по разу по разворотке вниз поэтому рост он скорее всего на точнее не скорее всего а точно он уже откладывается откладывается на 22 год кстати говоря это полностью синергично по всем валютам потому что золото и вообще в целом металлы выбивались из ряда остальных валют но сейчас уже под ним просматривается основная синергия и все это произойдет уже в двадцать втором году вот поэтому золото я все таки смотрю точно так же как и ты на тобой вниз единственно что стоит учесть на всякий случай вот этот диапазон и что касательно нефти нефть на самом деле у меня лично очень прям очень порадовал на прошлой неделе мне вышел в магазин с купиться в холодильник и смотрю меня начинают несколько человек писать в теле егивличка не поем в чем дело причем с одним и тем же вопросом что с нефтью что с нефтью но блин только вышел на с минут прошло смотрю а нефть тогда была как раз вот формировала вот эту вот свечку внизу в районе как раз 63 там с копейками 62 в общем вот примерным здесь вот колбасил а потом когда смотрю что реально уже начинается откупные объемы быстро бегом домой бегу включая ком смотрю а уже в районе как раз там под 63 75 80 находилась я быстро прямо по рынку как как успел купил получилось меня на 64 и после этого буквально очень быстро дали реакцию вверх то есть здесь был классический откупной объем его очень хорошо там видно на часовом графике четкая красивая кульминация на фоне всего падения плюс ко всему у нас также очень неплохая поддержка вот можно ведь как развивались события за последний год по нефти и подошли здесь и трендовые поддержки и перекрытие не смогли сделать и уровни промежуточные тоже были сделаны ну в общем на самом деле очень классическая красивая ситуация для кульминации и и а кусочками прямо вот почти по частям закрывал в начале тут в районе 70 там закрыл на 669 70 с копейками потом вчера закрывал на 72 50 еще один кусок и финальный тейк у меня последние 30 процентов позиции остались на уровне 75 поэтому здесь по финальным тейк уже дальше буду смотреть потому что здесь начинается уже зона турбулентности и плюс недельная верхняя граница поэтому скорее всего там оттуда дадут коррекцию и потом снова буду накапливать покупки почему покупки потому что у нас даже позиции опционов здесь очень четко видно что перекос вот 443 с половиной тысячи контрактов и внизу 260 с половиной тысяч контрактов явный перекос более чем в полтора раза процентов на 70 получается в сторону роста и при этом нижняя граница у нас уже близко находится нижняя граница уже наш в районе 6950 поэтому сильно глубокая коррекция то есть имею ввиду коррекцию там ниже 68 или 67 даже я честно не жду совсем поэтому думаю дадут после финального тейка дадут коррекцию и снова по полной программе пойдем вверх уже на покорение новых максимумов единственно только буду уточнять где конкретно покупать потому что для этого нужно чтобы цена четко сформировала падение и уже того максимума от которого начну падать уже начну соображать где именно ее покупать ну а так в целом я считаю здесь укрепление укрепления на следующий год будет весьма мощно в конструкции по опционам уже это заложено спасибо денис за точку зрения за такой развернутый комментарий по тем инструментом смотрели вместе друзья но информация дана соответственно имейте ввиду что очень интересная будет пятница из-за насыщенного фундаментального фонда и данных по инфляции и кстати говоря следующий эфир у нас денис будет четверых следующий то есть уже после заседания фрс сто процентов рынке улетят с текущих уровней на какие-то новые значения но в зависимости от инструмента это могут либо перехай либо перелог тенденции обозначены соответственно итоги уже подведем во время следующего эфира денис тебе остается только пожелать классного закрытия этой недели ну и хорошего трейда под заседания фрс спасибо тебе и хороших выходных спасибо тебе тоже отличные выходных и нашим подписчикам и до скорых встреч надеюсь прибыльных пока пока пока